Всем привет! Это мы находимся в нашей районной библиотеке города Лассали. Я приезжаю сюда учиться. Здесь есть специальные столы, места, отведенные для того, чтобы люди могли приходить здесь работать, учиться, заниматься, находить нужную литературу, в общем, все, что необходимо. Время работы с понедельника, пишется с понедельника по четверг с 10 до 9, и с пятницы с 10 до 5, и суббота-воскресенье ограниченная работа со столько днем, с 12 до 5. Но чем хороша библиотека, помимо того, что здесь можно брать, просто приходить заниматься бесплатно, здесь есть бесплатный Wi-Fi. Помимо всего остального, здесь можно брать, как и в обычных библиотеках, книжки, можно брать диски, какие-то настольные игры и так далее. Но чем хорошо, что членская карточка, ну вот эта вот библиотечная, которую здесь дают, она позволяет пользоваться какими-то услугами района бесплатно. То есть вот эти муниципальные бассейны, мы ходим по ней, она дает скидку на очень большое количество каких-то активитей, вот какие-то кружки для жителей района, они будут дешевле при наличии библиотечной карточки. Ну вот такие какие-то, все какие-то бонусы, я не знаю ее, мы не успеваем, просто времени на это нету. Но то, чем мы пользуемся, вот я сказала, то есть это бесплатно по карте будут бассейны, и на много кружков по библиотечной карточке будет скидка. Я не знаю, внутри снимать, внутри вообще жуткие правила, пить что-то нельзя, там кофе нельзя с собой приносить и так далее, нельзя разговаривать в библиотеке, чтобы не мешать другим. Поэтому я не знаю, разрешат ли мне тут сейчас поснимать, потому что вот в колледже, допустим, я когда снимала, то снимала так, чтобы никто не видел, потому что охранники нам запрещали снимать. Поэтому я думаю, что в библиотеке, скорее всего, снимать тоже нельзя, но я тихонечко зайду, попробую все-таки снять библиотеку. Вот по телефону нельзя, наушники нельзя, ничего нельзя. Спасибо. Вот так вот коротко вам показала быструю библиотеку, там еще, расскажу сейчас в двух словах, еще там есть детский зал, там где детские книжки, можно брать детские игры на прокат, но вот я прошлась, посмотрела, там от года до шести. Вначале какие-то конструкторы для маленьких, чем старше, там появляются уже головоломки и так далее. Вот, что здесь еще? Здесь проходят типа спикапы, где можно встречаться, общаться для детей, проходят какие-то праздники, перед Хэллоуином, перед Новым годом или Рождеством. То есть можно записываться, приводить своего ребенка сюда. Также по выходным здесь можно приходить с ребенком, здесь типа читать, ну как это, читальный зал, я не знаю. То есть женщина читает сказку, а дети слушают. Для того, чтобы быть в курсе того, что можно для деток, какие активити получить в библиотеке, можно подойти к ним вот в этот зал, в детский именно зал и попросить у них их какую-то брошюрку, которая в начале года, мы так делаем, берем эту брошюру с информацией, и там по всем дням, по всем праздникам и возрастам расписано, прямо там написано для детей, какого возраста будет интересно и какие проходят активити. Вот каждую субботу в прошлом году можно было ходить на вот эти залы, когда детки садятся, и женщина-мадам читала им сказку, показывала картинки, им было интересно. Раз в месяц тоже приуроченное к какому-то мероприятию, какое-то специальное проходило активити, ну и перед праздниками все приходят в воскратных костюмах, чего-то такого, как мы привыкли, как у нас на Новый год, там дети приходят в костюмах, водят хороводы, какие-то конкурсы, развлекалки, там подарки, такого здесь нету. То есть они, это просто, это библиотека, здесь все связано с конкретно книгами и мечтанием, они пришли, послушали, просто от того, чтобы пришли нарядные. Иногда после того, как они послушают вот сказку, с ними еще садятся и делают какой-то бриколяж, какие-то там, какие-то поделки. Ну, как правило, детям очень нравится, они от этого в восторге, поэтому, ну, это зависит еще от ребенка, поэтому нужно родителям смотреть. Ну, в принципе, как бы зимой, когда особо пойти-то некуда, когда морозы, то можно для развлечения там на выходных ходить в библиотеку, просто как бы развеяться. Вот. Также в библиотеке можно делать серокопии, распечатывать какие-то материалы, приходить, ну, то есть полноценная работа, в принципе, если у человека нету дома компьютера, можно за компьютерами работать, есть электронные библиотеки, через библиотеку можно тоже ее пользоваться. В общем, библиотека дает огромный спектр услуг, на самом деле очень интересно, мы для себя еще тоже ее не полностью открыли, это только то, что я знаю, чем можно пользоваться, вот. Ну, а так бы как бы все, все, всем хорошего дня, пока!